А в следующем материале мы расскажем о героях нашего времени, как их сейчас называют. Речь идет о медработниках, которые рискуя своей жизнью спасают пациентов от новой коронавирусной инфекции. И главное в их работе слажены действия всех сотрудников от медсестер до врачей. У каждого из них своя роль. Госпитры для ветеранов войн готовятся принять первых пациентов с COVID-19. И сегодня для персонала медучреждения прошло одно из последних занятий, на котором отработали действия при приеме и лечении больных коронавирусом. Прежде чем выйти на сражение против коронавируса, необходима полная экипировка. В зеленой зоне врачи и медсестры могут находиться вместе и помогать друг другу. Надеть защитный костюм – задача не из легких. Комбинезон, бахилы, по две пары перчаток и шапочек, респиратор, очки – никакая зараза не должна проникнуть. В таком костюме достаточно жарко, при этом при более значительной физической нагрузке все еще тяжелее дышать в нем. Но работа обязывает. Мы работаем в условиях для того, чтобы помогать людям. Но не защитным костюмом единым. Большое внимание уделили подготовке медперсонала. 90 медсестер и 30 врачей госпиталя обучились, как лечить новый коронавирус. Сейчас мы находимся в красной зоне. Как только здесь появятся первые пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирус, посторонним вход будет запрещен. Здесь будет только медперсонал, который прошел специальное обучение по лечению COVID-19. Так как я медицинская сестра, мы проходили обучение на базе непрерывного медицинского образования. Также прошли курс по коронавирусной инфекции. После этого был сдан зачет. А чтобы проверить полученные знания, ежедневно проводится генеральная репетиция. По легенде, в госпиталь поступил первый пациент с новой коронавирусной инфекцией. Все действия с момента, когда больной попадает в медучреждение и до доставки его в палату должны быть четко отлажены. И, конечно, обработка специальными средствами всех поверхностей. Медучреждение разделено на две зоны. Красная грязная и зеленая чистая. В красной зоне находятся пациенты, где будут проходить лечение. К ним будут медицинский персонал, врачи и медсестры все заходить, проводить необходимые манипуляции, их лечить и потом переходить в чистую зону. В чистой зоне оборудованы комнаты для проживания врачей и медсестер. Раз в неделю у медперсонала будут брать анализы на коронавирус. А на сегодня репетиция завершена. Можно снимать защитные костюмы и дышать спокойно. Даже в такой непростой ситуации они улыбаются, несмотря на усталость. Ощущение, что лицо сдавлено. И очень сильно. Не исключено, что это была последняя репетиция. В любой момент в госпитале для ветеранов воин ожидают поступлений первых пациентов. И все будет уже по-настоящему.